всех приветствую сегодня посмотрим на вот такой дорогущий дрон отель evo2duo с тепловизором вот такая коробка в коробке значит вот такой кейс достаточно крепкий прям наверно даже кстати него можно застежки надежно выглядит есть даже клапан здесь вот есть клапан давление выравнивать при необходимости уплотнение все как положено комплектация с тремя аккумуляторами эта версия в 2 еще как бы со старым пультом что в комплекте есть в комплекте у нас три аккумулятора хаб для зарядки 4 аккумуляторов отсюда подключаем зарядное устройство и заряжаем есть два провода для подключения смартфона к пульту на тайп си и micro usb то есть под айфон почему-то как бы в комплекте нет провод для зарядки пульта это нас подключать в розетку значит блок питания вот этот у нас блок питания идет от розетки второй автомобильный тоже идет в комплекте ну и две запасные лопасти положили что еще инструкции тряпочка для протирки и в принципе все больше ничего нет такой огромный ирон большущий что у нас по датчикам датчики в 360 градусов во все стороны спереди сзади вверх вниз то есть датчики препятствия вокруг дрона полностью смотрят два разъема за час одной стороны разъем тайп си видимо для прошивки со второй стороны здесь вот заглушечка это у нас карта памяти в комплекте идет 32 мегабайт или 3 оптическая стабилизация так она же наверно с датчиков парктроника нижних освещение 2 ультразвуковые датчики камеры значит снимает основная 8к может аж снимать и тепловизор с разрешением там 640 я уж точно не помню в общем речи разрешение неплохое сейчас мы это все посмотрим ты где написано сейчас найду ладно мы суть все мы будем это все дело проверять есть увеличением 16-кратный цифровой зум вот летает этот дрон значит на аккумулятор у нас значит 3s емкостью 7000 что миллиампер его должно хватить как нам заявляют на 40 минут полета по дистанции полета значит до 9 километров но это ограничение связано с аккумулятором потому что дальше просто заряда не хватит вернуться по связи думаю что и дальше возьмет что у нас есть на пульте такая история если если мы не подключаем смартфон к пульту то мы можем вывести изображение на вот этот экран здесь просто нажимаем кнопочку дисплей не у нас включается вот у меня был выбран тепловизор еще картинка в картинке вот таким образом можно в принципе летать ориентируясь на вот этот экран авто взлет автопосадка включить выключить кнопка паузы то есть в любых режимах нажимаем дроны зависает на месте кнопка возврата домой это управление подвесом запись видео фото это видимо экспозицию меня это ну грубо говоря яркость его и баланс освещенности можно изменить и две настраиваемые кнопки зале все антенки не очень кстати удобно что они не поворачиваются вниз они поворачиваются извиняюсь вот так вот ставим параллельно друг другу они не мешают у нас планшет сюда никакой не войдет то есть нужно будет использовать переходник если хотим на большом экране скажем так на 8 дюймовом планшете нужно будет использовать переходничок потому что так сюда не влезет здесь у нас провод для зарядки сюда же мы подключаем провод для подключения для передачи fpv на телефон ну и еще тут один видимо для не знаю чего что-то можно подключить сюда может быть как пауэрбанк не знаю не разбирался с этим еще как в дроне так и в пульте есть кулер и ну вообще все круто сделано качество естественно офигенная летает он естественно тоже хорошо здесь на сейчас будем смотреть по качеству камеры насколько это будет вообще устраивать как это все дело приближает тепловизор и все остальное и в описании к видео выложу исходники видеофайлов потому что ну 8к во первых не youtube не поддерживает да и мне собственно не на чем не монтировать такие видео не смотреть так что просто в описании к роликам выложу или знаете или может не в описании в telegram на telegram канале там скорее всегда выложу все исходники можно будет оценить качество все заряжаю аккумулятор и проверяем как работает тепловизор и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...